Всем привет! Меня зовут Нина Пипия и вы на канале онлайн школы легкие роды. И сегодня мы с вами поговорим о преждевременных родах. Досмотрите это видео до конца, потому что я расскажу вам все о преждевременных родах и еще поделюсь с вами личной историей. Итак, начнем с определения, что же такое преждевременные роды. Преждевременными называют роды, которые начались на сроке от 22 до 37 недель беременности. С 37 недели роды считаются доношенными. Но сами преждевременные роды также делятся на несколько категорий. Экстремально ранние преждевременные роды с 22 до 28 недель беременности, ранние преждевременные роды с 28 до 32 недель беременности, преждевременные роды с 32 до 34 и поздние преждевременности с 34 до 37 недель беременности. Естественно, прогнозы будут отличаться от того, именно на каком сроке произошли роды. Одной из основных причин преждевременных родов признана инфекция. Но инфекция может быть скрытая, она может не проявляться активно, мы можем ее не диагностировать во время беременности, к сожалению, и узнать о ней только в случае, например, преждевременного излития околоходных вод. При постановке на учет беременных мы обычно оцениваем риски преждевременных родов. И для оценки этих рисков мы учитываем, какая беременность по счету, как закончились предыдущие роды, какие были внутриматочные вмешательства ранее. Все это имеет значение. Ну, например, если раньше были преждевременные роды или было несколько выкидышей, естественно, это ставит пациентку в группу повышенного риска по преждевременным родам. И в этой ситуации введение беременности будет особенным. Для того, чтобы всех успокоить, потому что я знаю волнение всех будущих мам, почему-то страх вот этих преждевременных родов присутствует, мне кажется, практически у каждой второй беременной девушки. Мне хочется успокоить, рассказав статистике. К счастью, преждевременные роды встречаются редко. То есть процент преждевременных родов – это примерно 6%. То есть в абсолютном большинстве случаев вам они не грозят. И переживать по этому поводу не нужно. Но знать, что такое бывает, естественно, надо. Одну основную причину преждевременных родов я назвала. Ну, конечно же, существуют и другие причины. Например, такие состояния, как тяжелая преклампсия, отслойка плаценты. Все это также ведет к преждевременным родам. Можно ли как-то предотвратить преждевременные роды? Естественно, когда мы предполагаем, что пациентка угрожаема по преждевременным родам, существует более детальный план обследования пациентов. Мы чаще смотрим длину шейки матки, для того, чтобы не упустить момент укорочения шейки матки. И в случае, если мы видим укорочение шейки матки, назначаются гормональные препараты для того, чтобы предотвратить это. Иногда бывают угрозы преждевременных родов, когда начинается болевой синдром на ранних сроках беременности. В этой ситуации также есть препараты, которые помогают нам сохранить и доносить беременность. Но иногда бывают ситуации, когда изливаются околоплодные воды на ранних сроках. К счастью, современная медицина научилась даже в этом случае сохранять и пролонгировать беременность на фоне антибиотиков. У меня есть в практике пациентки, у которых изливались воды на ранних сроках беременности, 27-28 недель, и удавалось доносить беременности до 34-35 недель беременности. Естественно, эти сроки гораздо безопаснее для ребенка. Но, к сожалению, медицина не всесильная. Иногда бывают случаи, когда преждевременные роды все-таки происходят. Но в этой ситуации тоже мне хочется вас успокоить. Даже если такое произошло, переживать не нужно. В этой ситуации нужно собраться. Потому что современная медицина научилась помогать и выхаживать таких деток. У нас в семье есть малышка, которая родилась глубоко недоношенная. Она родилась на сроке 30 недель весом 830 грамм. Беременность протекала у моей сестры очень непросто. И, к сожалению, 30 недель излились около плодной воды. И, учитывая состояние малышки, было решено провести кестрево сечение. Малышка родилась весом 830 грамм. Естественно, это огромный стресс для мамы, который разлучается с малышом. Потому что малыш находится в детской реанимации, под присмотром врачей. Не всегда есть возможность в любое время посмотреть на своего ребенка. Не всегда есть возможность кормить своего ребенка. Все это очень сложные психологические моменты, которые необходимо преодолеть. И в нашей семье мы столкнулись с этими моментами, переживали все эти волнения. Но, к счастью, благодаря профессионализму врачей, Адель, так зовут мою племянницу, преодолела все свои трудности. И сейчас она уже взрослая девочка, которая входит в школу и абсолютно никак не отличается от своих сверстников. Может быть, только тем, что она очень нетерпеливая и шустрая. Так, кстати, говорят про многих недоношенных детей. То, что они недосидели, потому что просто им не терпелось родиться на свет. Поэтому этой историей я делюсь с вами. Для того, чтобы, если вдруг вы столкнетесь с такой проблемой, как преждевременные роды, вы понимали то, что нет ничего невозможного. Благодаря вашему терпению, упорству, вашей вере вы сможете помочь своему ребенку. Лично для меня, когда я оказалась в такой ситуации, очень важны были примеры из жизни. Потому что статистика – это просто голые цифры. А история жизни – это более наглядное доказательство того, что все может быть замечательно. Сейчас я хочу обратить с вами внимание на те симптомы, которые являются поводом для срочного обращения к врачу. Это болезненные маточные сокращения. То есть сходкообразные боли внизу живота. Могут они начинаться с болей в пояснице. Регулярные обычно маточные сокращения на сроки до 37 недели беременности, сопровождающиеся обильными слизистыми выделениями из половых путей. Любые кровяные выделения на любом сроке беременности также являются поводом для обращения к врачу. Ощущение распирания, давления, промежности, сопровождающиеся болями внизу живота, также являются поводом для обращения к врачу. Если у вас есть такие симптомы, не нужно заниматься самодиагностикой, необходимо вовремя обратиться к врачу. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно было вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал для того, чтобы не пропустить новые видео. В любом случае помните, что во время беременности и во время родов очень важен психологический настрой. Ни в коем случае не проецируйте на себя никакие негативные диагнозы. Начните подготовку к своим родам. Для этого приглашаю вас на наш курс «Легкие роды без страха», где у нас есть все, что нужно знать о беременности, о предстоящих родах и о послеродовом периоде. Готовьтесь к родам вместе с нами. Ссылку на наш курс я оставлю в описании к этому видео. Встретимся на нашем курсе. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!